24 февраля президент Узбекистана провел совещание, посвященное обсуждению планов по реформированию химической промышленности и основным задачам, стоящим перед отраслью в текущем году. Поручено критически проанализировать деятельность каждого отраслевого предприятия, повысить качество продукции, снизить ее себестоимость за счет сокращения энергозатрат. Указано на необходимость развития новых направлений химической промышленности, широкого вовлечения иностранных инвесторов в этот процесс. Особое внимание уделено вопросам производства необходимого сырья для ряда производственных отраслей. Даны поручения по совершенствованию подготовки кадров. В этот же день, 24 февраля, Шавкат Мерзиёев провел совещание, посвященное обсуждению текущего состояния и перспектив развития двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с Японией и Республикой Корея. Отмечалось, что отношения между Узбекистаном и данными государствами возведены в ранг стратегического партнерства. Налажены тесные контакты в различных направлениях сотрудничества. Президент указал на необходимость полного и качественного выполнения определенных на 2020 год мер в соответствии с дорожными картами, разработанными по итогам визитов на высшем уровне. 25 февраля глава государства провел совещание по очередным важным задачам в сфере развития системы здравоохранения, повышения качества медицинского обслуживания. Обсуждены меры по реализации задач в рамках утвержденной указом президента концепции развития системы здравоохранения. Указана необходимость повышения качества и охвата. Критически проанализирована система финансирования сферы. Не созданы равные для государственной и частной медицинной условия. Не сформирована конкурентная среда. Подчеркнута важность поэтапного внедрения обязательного медицинского страхования. Особое внимание уделено вопросам профилактики заболеваний. Отмечена актуальность широкого утверждения здорового образа жизни среди населения, пропаганды правильного питания. Также 25 февраля президент Шавкат Мерзиёев принял премьер-министра Казахстана Оскара Мамина. Рассмотрены перспективы дальнейшего расширения практического взаимодействия. Прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, энергетической, аграрной отраслях, сфере образования, культуры. Достигнута договоренность о подготовке дорожной карты по формированию новой экономической повестки узбекско-казахстанского полномасштабного партнерства. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Обсуждены вопросы системной организации работы в этом направлении. Отмечена первоочередная необходимость анализа реальных условий и ситуации в разрезе каждой махали, района, города и области. Первое направление. Сбор данных о реальном количестве семей с низким уровнем дохода. Второе. Составление карт, отражающих потенциал, природные ресурсы, инфраструктурные возможности районов и городов. Среди важнейших вопросов сокращения бедности подчеркнуто обучение населения предпринимательству формирование профессиональных навыков. 28 февраля президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с реализацией проектов социально-экономического и инфраструктурного развития столицы. В Махале-Авайхон Мирзио-Лугбевского района глава государства ознакомился со строительством многоэтажных домов. Посетил одну из квартир, поинтересовался технологией строительства и энергоэффективностью примененных материалов. Также президент посетил технопарк в Яшнабадском районе. Ознакомился с деятельностью введенного в строй на его территории первого предприятия по производству электронных газовых счетчиков. Осмотрел образцы продукции. Глава государства отметил, что предприятие не должно ограничиваться лишь продажей счетчиков, но и охватить весь процесс от их установки до технического обслуживания. Далее в Яшнабадском районе Шавкат Мирзиёев посетил Центр духовности и просветительства при Министерстве обороны. Отметил необходимость реконструкции здания, его целевого использования, организации здесь развлекательного центра на основе государственно-частного партнерства. Затем президент посетил моноцентр Ижген Архамад, ориентированный на профессиональную подготовку безработных граждан, оказание содействия в трудоустройстве, поинтересовался условиями, побеседовал с мастерами производственного обучения и молодежью. В этот же день глава государства провел встречу с руководством Яшнабадского района, председателями махалей, предпринимателями, работниками школы-учреждения здравоохранения. Рассмотрены актуальные задачи социального и экономического развития территории. 29 февраля текущего года в столице Катара, городе Дохе, подписано долгожданное мирное соглашение между США и афганским движением «Талибан», которое может положить начало внутриафганскому общенациональному примирению. Значительную роль в этом сыграла политика президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, определившего главным приоритетом внешней политики страны создание в Центральной Азии, включая Афганистан, зоны стабильности, устойчивого развития и добрососедства. 24 февраля президент подписал постановление о дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчётности. Оно принято в целях обеспечения необходимой информационной среды для иностранных инвесторов и расширения возможностей доступа к международным финансовым рынкам. Установлено, предприятия и организации, отнесённые к крупным налогоплательщикам, с 1 января 2021 года организуют введение бухгалтерского учёта и, начиная с итогов 2021 года, составляют финансовую отчётность на основе международных стандартов финансовой отчётности. Определены и другие необходимые задачи. 26 февраля глава государства подписал постановление об очередном призыве граждан Республики Узбекистан на срочную военную службу и увольнении в резерв вооруженных сил военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы. Документом определены сроки призыва и другие соответствующие меры. 27 февраля за подписью руководителя страны вышло постановление о мерах по дальнейшему развитию сферы педагогического образования. В нём определены приоритетными направлениями развития сферы педагогического образования. Принято решение о подготовке кадров по некоторым направлениям сферы педагогического образования в рамках образовательных программ бакалавриата со сроком обучения 3 года, начиная с 2020-2021 учебного года. Утверждён их перечень. В целях улучшения инфраструктуры педагогического образования в ряде регионов страны будут созданы новые педагогические институты.